хочу представиться меня зовут андрей я блокчейн программист и предприниматель нас на протяжении двух лет очень глубоко занимался разработкой блокчейн на предыдущих конференциях рассказывала особенности работы atomic swap на этой конференции решил рассказать больше взгляд на блокчейн технологии с точки зрения обычных пользователей и также тема сегодняшнего выступления это важность заменяемости в платежных системах для массовой адаптации для криптовалют еще раз хочу отметить что возможно данная презентация это всего лишь дополнительное видение либо другое видение на те вещи которые уже всем знакомы первое хочу отметить что давайте рассмотрим на примере у нас есть доллар есть токен доллара есть эфириум есть bitcoin все это разные системы но у каждой из этих систем есть одинаковый набор функций которые с ними можно делать примеру bitcoin мы отправляем получаем платим комиссию используем электронные кошельки и храним средства на балансе и поэтому рассматривать каждую из этих систем можно в рамках одной группы платежных систем и с точки зрения пользователей они именно так их и рассматривают они не смотрят на bitcoin как на криптовалюту они смотрят на нее как на средства передачи финансов средств и доллар данном случае можно рассматривать как популярное направление bitcoin менее популярное но со временем возможно будет становиться более популярным каждая система по своей сути уникальна не извиняюсь на презентация не то эта презентация немного отличается от последней версии поэтому буду может быть мои слова будем от немного отличаться от картинок каждая система по своей сути уникальная но по-прежнему она не должны заходить за рамки платежных систем грубо говоря рассматривать блокчейн и bitcoin как система которая может использоваться в других вариантах использованиях возможно не имеет никакого смысла и пользователи когда пользуются кошельками они могут отправлять средства с одной стороны в другую страну и при этом даже не понимая что происходит внутри и отправляли они внутри биткоин дэш юсди это всего лишь остается техническим вопросом и большой ошибкой как мне кажется крипто сообщества заключается в том что они начинают этот вопрос делать всплытие он всплывать не должен он всегда должен оставаться техническим вопросом и скорее всего нужно решать проблему передачи средств и наделение ее разными наделение транзакции разными свойствами вот некоторые свойства перечислено транзакция может быть траст лис то есть она не подвластной цензуре стран из которой в которые передается транзакция транзакция может быть приватная она может быть еще с условиями с с март-контракте также она может быть дешевой она может быть быстро и транзакцию в некоторых случаях можно отменить, если мы, допустим, используем банки, либо какие-то другие централизированные системы, а также есть особый тип транзакций, которым мы пользуемся всегда, это кэш, мы можем обмениваться деньгами и тратить их свободно на улице. Но вот по поводу трасс-лесс-транзакций, я хотел бы сакцентрировать внимание на том, что это, скорее всего, бордер-лесс-транзакции, то есть они не чувствуют границ. И с точки зрения пользователя именно это и имеет смысл. О том, как это реализовано внутри, скорее всего, не должно никогда всплывать. И используется внутри биткоин, эфириум, либо иос, не имеет никакого значения. Сюда можно добавить еще много разных свойств транзакций, но я перечислил основные. Поэтому я хочу сделать вывод, что очень важно для пользователя понимать, какую транзакцию он совершает, и вообще не обязательно понимать, что такое блокчейн. И нам не нужно объяснять ему, что такое блокчейн. И второе заключение – это то, что по сути каждый человек может создать новое свойство и, грубо говоря, новый платежный метод для передачи средств с одной точки в другую для определенной группы людей. И для этого не обязательно использовать блокчейн. Можно его комбинировать с другими системами, и это будет работать. Мы хотим представить техническую реализацию, которая доступна в свободном доступе, абсолютно бесплатно для любого желающего. Она находится по ссылке GitHub. Это библиотека, которая позволяет группировать разные типы платежных методов воедино и заменять их друг с другом. Грубо говоря, имея эту библиотеку, вы можете применять ее, по сути, в любой финансовой системе – в биржах, обменниках, банковских системах. Вы можете ее расширять, вы можете использовать уже готовые. Для чего вообще создается криптовалюта? Вообще основная задача – это создать, оптимизировать какие-то проблемы, связанные с передачей средств с одной точки в другую точку, что облегчает работу какого-то комьюнити определенного. Но не факт, что это происходит со всем миром, поэтому у нас есть множество криптовалют. Второе – то, что создатель хочет получать от этого комиссию, потому что от популяризации криптовалюта, когда его направление становится популярным, он начинает получать доход с этого. Третье – возможно, криптовалюта используется в обменниках и в других системах, связанных с e-commerce. Опять же, эта презентация немного старая, мне, к сожалению, не обновили, тут был больше список. Но вообще основная идея в том, что любой человек может создать криптовалюту, новый платежный метод, миксируя другие криптовалюты, либо же, грубо говоря, оптимизировать какие-то растраты и получать с этого комиссию. И это будет работать. Также вы можете, создав эту криптовалюту, вы можете добавить ее в эту библиотеку, в которой уже существует определенный набор криптовалют. Для биткоина – UXTO, это Bitcoin, Litecoin, Dash, Web3 протокол, Ethereum, Ethereum Classic, Omni протокол – это USDT, Omni, токены и так далее, ERC-20 токены, NEM и EOS. Уже реализованы, поставляются бесплатно, вы можете добавить туда свою. И хочу вам показать, что на базе этой библиотеки уже был создан один open-source продукт. Это криптокошелек мультивалютный. Он бесплатный, доступен для пользования любому, для любых целей. Но на примере этого хочу показать, в чем смысл этой библиотеки. В том, что пользователю дается какой-то набор криптовалют. В данном случае мы определяем популярный список из четырех криптовалют – Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dash. Но пользователь может прийти в любой другой блокчейн и инсталлировать в этот список криптовалюту. Ему не нужно для этого скачивать кошелек другого блокчейна, переключаться на другую инфраструктуру, если он уже привык к одной инфраструктуре. Кошелек интегрируется с инфраструктурой, с которой пользователь взаимодействует. И, соответственно, новая криптовалюта, которая добавляется, она должна взаимодействовать с этой инфраструктурой. Сейчас это не так. Сейчас для того, чтобы мне переключиться на другой блокчейн, мне нужно полностью поменять всю инфраструктуру. Меня это не устраивает. Это не устраивает пользователей. И в этот кошелек можно добавить ваше платежное средство, вашу криптовалюту, которая не обязательно должна работать с блокчейн. Это может быть даже какой-то e-трансфер, какие-то e-коины централизированные. Если для вас это работает, вы можете это сделать абсолютно бесплатно. С точки зрения разработчика данный процесс занимает 5 минут. С точки зрения пользователя, к сожалению, нужно обратиться к разработчику. Но я вкратце объясню. Необходимо сделать пул-реквест в репозитории с добавлением новой криптовалюты, чтобы она отобразилась в кошельке. Можно использовать конфигурации существующих криптовалют, как примеры, которые уже там находятся. Также, когда вам хочется поделиться кошельком с вашими пользователями, вы можете просто взять ссылку и добавить туда в конце название своей криптовалюты. И кошелек перестроится, поменяет цвет, бренд, полностью будет соответствовать вашей компании. И на первый же список он поставит вашу криптовалюту как популярную, как популярный метод оплаты. И вы эту ссылку можете расшарить с пользователями. Вам не нужно ничего программировать. Вот на примере одного из проектов, который пользуется этим кошельком, хочу показать, как выглядит процесс. Кошелек инсталлируется в браузер по аналогии с метамаском. Полностью меняет цвет в зависимости от цвета компании. Меняет логотип. Пользователь устанавливает пин-код, вводит свою сид-фразу. Кошелек является холодным. Он не привязан к какому-то горячему серверу и не хранит ключи за пределами своего внутреннего хранилища. И дальше открывается сам кошелек, где первая криптовалюта – это криптовалюта вашей компании. Также еще есть одно свойство этого кошелька. Он интегрирован в браузер. И разработчик может в браузере вызывать методы этого кошелька, то есть генерировать invoice. К примеру, мы заходим на сайт какого-то мерчанта в интернет-магазин и хотим купить какую-то продукцию. Мы видим кнопку «Купить с помощью». И эта кнопка обращается в кошелек, узнает, какие существуют криптовалюты, берет первую из популярных, у которой есть баланс, и предлагает купить с помощью этой криптовалюты. При нажатии на эту кнопку кошелек всплывает и требует того, чтобы пользователь подтвердил транзакцию. В интернете я сделал ссылку-пример для разработчиков, как можно интегрировать кошелек с кнопкой. Вот на примере биткоина показано, как происходит всплытие. То есть, грубо говоря, когда я нажимаю на кнопку «Купить с помощью биткоин», открывается кошелек и можно подписать транзакцию. И при этом браузер не имеет никакого доступа к средствам пользователя. Это очень важно. То есть он по-прежнему остается безопасным, но интегрированным. Почему это важно? Потому что данный кошелек развивается. Сейчас уже есть десктопная версия. Мы разрабатываем мобильную, мы интегрируем его с Телеграмом, мы добавляем криптовалюты, мы думаем об оптимизации транзакций, делаем так называемые смарт-фи транзакции. Потому что на самом деле колеблется не только криптовалюта, но и комиссия на транзакции. Об этом мало кто задумывается. Мы задумываемся. И мы это все делаем бесплатно. Его уже сопровождают несколько комьюнити и используют в своих целях. И тоже помогают нам в разработке. И когда вы создаете криптовалюту, вы можете задать себе вопрос, а зачем вам создавать новую экосистему, если вы можете использовать уже существующую. И данный кошелек вам поможет с этим, потому что он будет интегрироваться с другими экосистемами независимо от вас. Собственно, все. Вот здесь мой контакт есть, и вы можете задать мне вопросы, если у вас есть какие-то. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...